Сход сели в реку Тасюрях произошел в результате строительного освоения территорий. Об этом сегодня сообщили на заседании Общественного экологического совета при Минприроды Республики. Напомним, жители села Тасюрях в июне этого года были обеспокоены резким помутнением воды в местной реке. Специалисты, исследовав пробы, исключили наличие в нем ядовитых веществ. А сегодня члены Общественного экологического совета заслушали доклады о социальных и природоохранных мероприятиях двух крупных промышленных компаний – Роснефгаст и Иркутской нефтяной компании. Тему продолжит Туяра Филиппова. Иркутская нефтяная компания, созданная в 2000 году, разрабатывает нефтегазовые месторождения в основном на территории Иркутской области. В Якутии добычи пока не ведет. На пяти участках в Сунтарском, Ленском и Мирненском районах занимается геологоразведкой. Но несмотря на это, экологи Общественного совета сегодня активно интересовались перспективами и планами компании. И в первую очередь природоохранной деятельностью. Совет прошел достаточно интересно, конструктивно. В наш адрес звучали различные вопросы, в том числе острые. Хотелось бы отметить, что те нормы, которые установлены в Иркутской нефтяной компании, они даже более жесткие, чем международные требования и правила. Мы открыты к диалогу с общественными организациями и в дальнейшем, и надеемся, что он будет происходить на регулярной основе. То, что деятельность промышленных компаний на территории Якутии под пристальным вниманием общественных экологов, не случайна. Ведь количество разрабатываемых месторождений и даропользователями с каждым годом растет. В последнее время компании очень хорошо как раз идут на встречу с общественностью. Это может быть выгодно для самых компаний, когда они именно здесь, в городе Якутске, проходят такую жесткую проверку. Потом, чтобы на местах-то уже приезжать с отработанными. Это даже идет больше на пользу компании. Чтобы остаться здесь надолго, компаниям необходимо не только неукоснительно соблюдать природоохранные требования, но и отвечать на вопросы заинтересованных общественников. Сегодня такой диалог состоялся.